Саломе Самадашвили, депутат парламента Грузии от оппозиционной партии ЛИЛО, бывший посол Грузии в Евросоюзе, присоединяется к нам. Саломе, здравствуйте. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Вот вы были на вчерашнем заседании, расскажите, что там происходило, из-за чего, собственно, возникла эта драка или потасовка, и чем все закончилось? Да, ну, во-первых, я хочу всем объяснить, что сегодня грузинская мечта, то есть эта партия правящая, она называется грузинская мечта, на самом деле это, конечно, российская мечта, потому что это власти, которые уже 10 лет обманывают грузинский народ, что у них как бы курс взят на Запад, а на самом деле с каждым днем Грузия все больше оказывается под влиянием России, и, конечно, нам очень стыдно за ихнюю позицию по отношению к вашей стране. Я приезжала в Киев 24 февраля, и, к сожалению, Грузия была представлена оппозиционными группами, а не правительством. Они решили не принимать приглашение Рады и приезжать в Киев, чтобы показать солидарность. Ну и сейчас, когда я уверена в том, что Украина победит, очень убедительно победит, России нужно новые какие-то, скажем, показать, что они победили где-то. И, видимо, российская мечта, которая сейчас управляет Грузией, решила, что они должны сделать все, чтобы уже очень открыто перевести нашу страну из вот этого прозападного курса развития. Потому что что произойдет, если они примут этот закон о агентах? Вы знаете, что Украина и Молдова получили статус кандидата, членство Евросоюза, а Грузия не получила этот статус. И мы ждем нового решения уже, это будет в октябре, где будут опять обсуждать, когда соберется Европейский Союз и будет решать опять насчет статуса кандидата Грузии. Конечно, если мы примем этот закон, если грузинская мечта все-таки пронесет этот закон, мы никакой статус кандидата не примем. И почему это нужно? Олигарху Иванишвили, который сегодня управляет страной, конечно, из тени. Потому что следующие уже выборы в Грузии должны произойти, когда он и его партия, они будут уже открытую антизападную политику вести. То есть он хочет остаться у власти уже открытой антизападной политикой. Потому что, видимо, России это нужно. Потому что к тому времени Украина, я уверена, победит. И России нужно будет сказать, что где-то они победили. Вот в Грузии изменился курс развития. Они практически проголосовали за правящую партию, которая уже открыта будет, антиевропейской. Потому что если послушать, что они говорят, какие у них уже месседжи, это уже достаточно антизападная партия по своей сути уже стала. Но уже компания, то есть выборная компания, тоже, наверное, будет уже не прозападная. То есть что Иванишвили старается сделать в Грузии, то же самое, что власть произошла с Януковичем, когда его выбрали. И потом оказалось, что на самом деле он хочет изменить курс развития страны. Просто в Грузии это заняло много лет, потому что они уже у власти много лет. Поэтому драка в парламенте, поэтому люди выходят на улицу, поэтому у меня сегодня очень мало времени, потому что я должна сейчас идти на заседание бюро парламента, где будет продолжаться драка, потому что это драка за будущее нашей страны. Саламе, вот вы сказали о том, что люди выходили на протест в том числе. Есть понимание у электората, который избирал в парламент грузинскую мечту, что курс этой грузинской мечты, то, как вы сказали в самом начале, не за грузинской мечтой, а за российской мечтой. Я думаю, что больше и больше людей понимают это, потому что, знаете, сначала это было, правда, очень трудно понять, потому что Иванишвили очень хорошо замаскировался. И он думал, что у него очень много времени, потому что не сегодня, когда он пришел к власти, было ясно, что это не сегодня, не завтра, когда будут принимать решение о том, вступить в Грузию в НАТО или в Евросоюз. И ему было не к спеху. То есть он говорил, они могли себе позволить говорить о прозападном курсе, а на самом деле ничего не делать, чтобы этот прозападный курс стал реальностью. И мы приближились к НАТО и к Евросоюзу. Но вот то, что произошло, к сожалению, эта война в вашей стране, это все ускорило, я бы сказала, процессы. И поэтому Иванишвили пришлось выйти из норы, где он сидел и тихо, скажем, собирался перевести курс этой страны. Ему пришлось это все делать намного быстрее. И вот эта быстрота, я думаю, что это как люстрация была. То есть многие люди сегодня, вчера, позавчера, многие люди делают заявления, которые, не знаю, известные футболисты, известные писатели и так далее, и так далее. Люди, которые вообще-то не занимались политикой, не делали политических заявлений, но сегодня они видят, что уже страна идет в совершенно другое направление, и это не видеть уже невозможно. Так что я думаю, что уже сегодня, если кто-то еще собирается голосовать за эту партию, на самом деле это открыто про Россию. Ну, то есть это люди, которые не говорят, что они поддерживают возвращение Грузии в Россию, но на самом деле это поддерживают, потому что не видеть, что эта власть не западная уже невозможна. И одну вещь я хочу сказать, что нам нужна также адекватная позиция из Запада. И мы будем требовать у наших западных партнеров санкции против депутатов, которые инициировали этот законопроект. И нам нужна адекватная реакция по отношению к Иванишвили, потому что заявления они уже ничего не делают против власти, которая узурпировала власть и ведет страну в совершенно неправильное направление. Вот вчерашний митинг под стенами грузинского парламента. Насколько он был масштабный? И готовы ли дальше грузины продолжать бороться и за свои права, и за свое европейское будущее? Ну, знаете, вчера, если вспомнить, что это было 9 часов утра, и у нас в Грузии жизнь начинается достаточно поздно. То есть 9 – это очень рано по грузинским стандартам. Пришли очень много людей, и они там стояли очень долго, потому что, ну, это, я не говорю, что там 100 тысяч было, но для того, чтобы, то есть это был спонтанный протест, достаточно много людей пришли протестовать. Я думаю, что сейчас очень важно понять, что мы сейчас не в том состоянии, что завтра, послезавтра все решится. То есть мы начнем. Сейчас начинается долгий процесс политический. У нас вчера была встреча политической партии, неправительственной организации. И мы создаем такой канцел, как называть, совет, который будет координировать политику против этого закона. Ну и вообще против того, что мы собираемся делать, как мы собираемся бороться против правительства, которое открыто ведет Грузию по направлению к России и идет против конституции Грузии, потому что у нас в конституции записано, что эта страна должна стать членом Евросоюза и НАТО. Так что мы будем бороться. И, конечно, очень важно будет, чтобы достичь того, то есть чтобы мы пришли к тому времени, когда уже будут выборы не скоро, в 2024 году, чтобы еще был бы шанс, да, я бы сказала, еще был бы шанс спасти запад, прозападную, прозападное будущее Грузии, потому что очень быстро старается Россия укреплять свои позиции в нашей стране сейчас, к сожалению, вот через российскую мечту, которая управляет сегодня, которая партия, которая власть сегодня. Соломен, скажите, а вот этот вот закон об иноагентах одноидентичен российскому, или есть какие-то отличия? Да, практически это идентичный закон, он так и называется у нас, российский закон, потому что не только закон идентичный, а если вы послушаете, что говорил Владимир Путин в 2012 году, когда принимал этот закон, вот сегодня председатель российской мечты партии, Ираклико Бахидзе, говорит то же самое, то есть у него вот даже слова, которые он говорит, зачем нужен этот закон и так далее, аналогично. Так что, конечно, это все создает, то есть они хотят этот закон, почему принять, чтобы к следующим выборам в стране не было независимых телевидений, независимых, мы их там, не знаю, СМИ, чтобы не было тех организаций, которые наблюдают за выборами, чтобы не было, ну, они могут и прозападные партии, прищемлять права прозападных партий этим законам. И, в общем, скажем так, убрать все острова, которые еще остаются, островки и острова свободы, практически убрать вот все эти острова, чтобы нам негде было поставить ногу, чтобы бороться за демократию и западное будущее Грузии. Саламе, вот скажите, критика и митинги народа, критика оппозиции, критика правозащитников, критика Европейского Союза и США. Почему власть так упорно, во-первых, продвигает этот закон, и каковы шансы, что все-таки в Грузии примут эти два скандальных законопроекта? Значит, процесс, чтобы вам разъяснить, что произойдет. Сейчас, я думаю, что на этой неделе, послезавтра, они постараются принять один из этих законов, который они, это очень интересная пиар, такая вот пиар-тлюк, который они проводят, называют закон американским законом, и, ну, некоторые люди не понимают, что это на самом деле блеф, нет никакого американского закона, который на самом деле является аналогией. Они, наверное, вот за этот закон проголосуют первым чтением, и потом они перешлют этот закон в комиссию Венеции и будут ждать несколько месяцев ответа. А уже летом, я думаю, они будут стараться уже принять закон, то есть и вторым, и третьим чтением, несмотря на то, какой ответ будет из Венеции, потому что они уже открыто сказали, что, в принципе, им неинтересно. То есть они посылают в Венецию, но комиссия Венеции имеет только рекомендательную силу, и на самом деле необязательно принимать во внимание их указания. Так что этот процесс будет продолжаться еще несколько месяцев, и я думаю, что на самом деле что может произойти, если летом они будут стараться принять этот закон, ну что тут может произойти? Будут, наверное, митинги и так далее, и так далее. И Грузия не получит статус кандидата, и это является целью Иванишвили, потому что я вам напомню, они, когда мы впервые, то есть вот в июне, когда рассматривали вопрос кандидатства, что власти сделали? Две недели до соседания Евросоюза они арестовали Нику Гварамия, моего друга, который директор независимого телевидения, и, конечно, это сделало невозможным дать статус кандидата нашей стране, и у них не было никаких, то есть они это сделали специально, потому что это был как саботаж, да, сейчас они будут то же самое делать этим законопроектом, потому что на самом деле цель, чтобы мы ничего не получили, цель, чтобы грузины, которые хотят жить в Европе, сказали, что лучше уехать из этой страны, у нас и так очень много уезжают в Грузию, в Грузию приезжают многие русские, но уезжают многие грузины, так что это цель у этого правительства, и, конечно, если еще добавить к этому, что коррупция тут у нас ужасная в стране, конечно, у них очень большие интересы удержаться у власти, каким бы то ни было путем. Услышали вас, спасибо, Саламе Самадашвили, депутат парламента Грузии от оппозиционной партии Лило, бывший посол Грузии в Евросоюзе, говорили о том, как в Грузии пытаются продвинуть два скандальных законопроекта об иноагентах, это аналоги российских законов.